Приветствую вас, и вы знаете, я прочитал ваше письмо, прочитал его внимательно, и вот поначалу мне казалось, что вы с Вадимом очень, так и знаете, похожие люди, то есть вы не хотите отношений, вы устали от них, да, он тоже, в принципе, ведет себя так же, как будто он устал, и мы могли бы неплохо быть друг с другом в качестве друзей, могли бы общаться так, потому что вам было плохо, и мы тоже, судя по всему, было плохо, вы друг друга поддержали, и, в принципе, вот в этом, в этой ситуации, когда вы друг другу помогли, да, когда вы друг друга поддержали, вы выступили в самом лучшем свете, вы сыграли замечательную роль, но потом, когда ситуация изменилась так, что вы стали уже одеть большего чего-то, вот тут-то и начались проблемы. Дело в том, что Вадим, откровенно говоря, понимает, что вы, женщина, уже опытная достаточно, у вас ребенок есть, а у него ни детей, ни, судя по всему, брака не было. Так вот, он не готов к серьезным отношениям. Это, к сожалению, очевидно. Почему? Потому что в противном случае он бы уже давным-давно, по крайней мере, с вами встретился бы. И положительный момент здесь в том, что человек относится к вам, ну, не то, чтобы быть совсем честно, он, он, наверное, относится к вам уважительно, то есть он не хочет к вами пользоваться, да. В этом его большой плюс. Он относится к вам с большей долей уважения, чем мог бы относиться в данной ситуации мужчина. То есть другой мужчина мог бы не обещать вам, там, золотые горы, да, собственно, встретиться с вами, там, воспользоваться и уйти и бросить. Ну, Вадим так не сделал. Вадим поступает от счастья довольно благородно. И в этом ему плюс большой. Но, посмотрите, какая ситуация. Вы пишите, как вам наладить с ним отношения. Сейчас, когда он откровенно вам сказал, что не хотел бы именно отношений с вами, ну, то есть мы не знаем, с вами он не хочет отношений или вообще не хочет отношений. Но факт тот, что именно с вами он на сближение не идет. Значит, что вы в этой ситуации можете сделать? Вы общались уже достаточно много. То есть, ну, приличное количество времени для того, чтобы, как бы, иметь право попробовать сблизиться. И я думаю, что, поскольку он с вами честен, по крайней мере, вот в отношении вас он честен, вам бы тоже нужно быть с ним честным, если вы, конечно, хотите с ним сблизиться. И сказать ему откровенно, что вот, Вадим, ты мне нравишься, я хотел бы с тобой познакомиться поближе. И вы знаете, если мужчина к вам испытывает какие-то чувства, если он тоже хочет этого, ну, допустим, стесняется или робеет, или не думает, что у него получится или что-то еще, он обязательно к вам как-то проявит какие-то поступки, он что-то сделает. А если нет, если, допустим, он не планирует с вами никаких отношений, а просто вот общается с вами, то, соответственно, ничего не будет. Но так, по крайней мере, вы могли бы для себя все прояснить. То есть вы уяснили бы для себя, как вам относится к мужчине. И, по крайней мере, не надеялись бы на что-то с его стороны. Это было бы самым правильным. Потому что, если вы, допустим, сейчас в одностороннем порядке отношения разорвете, то есть, ну, просто представьте, что он сейчас, да, то он еще никогда не узнает до конца. Была ли возможность построить отношения именно с ним или не было? А так она будет. И в этом плане вам, наверное, все-таки нужно попробовать. Но быть готовым к тому, что человек не ответит вам взаимности, или человек скажет, нет, прости, я не готов, и так далее, и тому подобное. И, судя по его поведению, он может встречаться с кем-то менее серьезным, чем вы. То есть вы для него слишком большая ответственность. Он, может быть, и рад бы с вами встречаться. Но понимает, что вот он художник, он рисует, и он не готов. Он просто не готов взять на себя ответственность в виде вас и вашего ребенка. И ведь это самое главное в данном случае, что не дает ему с вами сблизиться. Потому что моральные устои, видимо, человека таковы, воспитание человека таковы, что он понимает, что вот просто взялись с вами встречаться, как бы он встречался с другой девушкой, да, он не может. Ну, вы не такая, вы совсем другой человек. Вам нужен все-таки, вам нужен стабильность, вам нужен уют, надежность и так далее. А он ничего этого дать, судя по всему, вам не может. И не обязательно, что подобное поведение продиктовано лишь только вероятным отношением к вам. Не обязательно. А может быть, он не хочет унижать себя и признавать, что он этого не может. Потому что он не может вас потянуть. И поэтому говорить, что не хочет с вами встречаться. Но в любом случае, вам нужно думать о себе. Вам нужно защищать свои интересы. Для этого, ну, нужно. Все-таки попробовать. Попробовать выйти на движение, попробовать сделать первые шаги. И, поскольку вы уже делали это, уже делали первый шаг, вы хотели встретиться, то я думаю, что это, вот это вот действие ваше будет последним. То есть, вы попробуете еще раз блицать с мужчиной. Если не получится, то тогда ничего с этим не поделать. И насчастный ваш человек. В этом случае вам можно порекомендовать только лишь стараться двигаться дальше. Но если вы будете продолжать упорно добиваться мужчины, то вы, к сожалению, только лишь будете идти по пути снижения своей самооценки, своей гордости и ценности для него. Что гораздо более важно. Потому что, если мужчина перестанет уважать свою женщину или просто женщину, которая вот ему нравилась и которая его нравилась, то отношение это отношает в полный застой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, пожалуйста, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. На этом все. Надеюсь, что вам было полезно это видео. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...